Вы смотрите новости Аскина на телеканале ЮТВ. Меня зовут Лилия Ахметова. Здравствуйте! Каждый вторник и в субботу в 7 часов вечера мы рассказываем о событиях и интересных людях Аскинского района. Итак, смотрите сегодня выпуски. Православные Аскина отметили крещение. Малахметовы приняли участие в новогодних семейных играх. Начнем выпуск коротких новостей. Самая спортивная семья Аскинского района приняла участие в заключительном этапе конкурса. На Уфимском стадионе «Динамо» завершился республиканский фестиваль новогодней семейной игры 2021. В нем приняло участие 63 семьи. От Аскинского района семья Малахметовых из деревни Корткисяк победители районного этапа. Напомним, спортивно-массовые мероприятия в рамках республиканского фестиваля «Новогодние семейные игры» прошли по всей республике с 3 по 6 января. Участниками мероприятия стали семейные команды с детьми 1, 2, 3, 4 классов. В школьной столовой деревни Кунгак организовали флешмоб по приготовлению национального блюда. Ученики старших классов готовили бешбармак. Название переводится как «Пять пальцев блюдо появилось давно во времена употребления еды руками без столовых приборов». Цель мероприятия – развитие у детей кулинарных навыков и умений, социально-бытовой компетентности, повышение престижа профессии школьного повара, популяризации национальной кухни, пишет Аскинская «Новь». Юные аскинцы нарисовали перепись. В преддверии всероссийской переписи населения в Аскине прошел конкурс на лучшую творческую работу среди детей и молодежи. Всего было собрано около 42 работ. Участники оформили рефераты, писали сочинения, мастерили поделки, рисовали плакаты и картины. По итогам состоявшегося конкурса отдел молодежи района провел круглый стол и награждение. Компания Уфанет ищет новых сотрудников. Приглашаем вас на должность корреспондента телеканала ЮТВ «Васкино». Мы предлагаем заработную плату от 20 тысяч рублей, официальное трудоустройство, полный социальный пакет. Станьте частью нашей дружной команды и заполняйте резюме в группе ВКонтакте «Уфанет» и телеканал ЮТВ «Васкино». Или звоните по номеру 09388 с мобильных телефонов операторов МТС «Билайн Микофон» бесплатно. А теперь перейдем к основным новостям. Православные верующие Аскино ответили крещение Господня. Люди собрались в храме, чтобы помолиться, светить воду, а погрузиться в купель могли на территории Светлого Ключа. Это казанчинское сельское поселение. Православные Аскино собрались в церкви на крещенский сочельник. Службы прошли несколько раз в день, чтобы избежать скопления людей. Настоятель храма святителя Николая Чудотворца осветил воду, емкости. Верующие будут хранить в течение года и использовать по мере надобности. Церковь я посещаю шесть лет подряд уже. Я же каждый, каждое воскресенье, каждую слоу прихожу на храм. Раньше не ходила, когда еще была, работала. Сейчас вот хочу как-то прийти к Богу. Не для меня окунаться в пробу. Для меня лично она ничего не дает. А люди, я думаю, окунаются. Может, те, которые только могут это все перетерпеть, эту холодную воду. Для меня это не оздоровление. Кульминацией православного праздника являются крещенские купания. В Аскинском районе купель традиционно организуют на территории санатория Танып. В этом году установили палатку для переодевания, вскипятили самовары, чуяник для тех, кто хочет согреться горячим чаем перед обратной дорогой. Я каждый год окунаюсь. У нас есть здесь санаторий Танып, там есть светлый ключ, раньше он назывался, сейчас он, вернее, святой ключ, сейчас он светлый ключ. Вот, и там окунаемся мы. Как считаете, что дает эта традиция? Эта традиция дает оздоровление души, очищение души и тела, как говорится. Ну, и, естественно, бодрость духа и здоровье. Я так считаю. В РПЦ рекомендовали в этом году воздержаться от погружений в холодную воду. Крещенские купания не являются церковным ритуалом или предписанием, отметили в Русской Православной Церкви. Люди совершают обряд исключительно по собственной инициативе. В Аскино прошел первый после новогодних каникул брифинг. На нем обсудили эпидемиологическую ситуацию и ответили на вопросы зрителей в прямом эфире. Так, на сегодняшний день некоторые школы работают удаленно. Об этом далее. Новогодние каникулы дали рост заболеваний. Об этом сообщил заместитель главы администрации по соцвопросам и внутренней политике во время брифинга. Причиной стали контакты с больными ковид и ОРВИ, отметил Мансур Нури Ахметов. Поэтому и учиться в школы пришли не все дети Аскинского района. Средняя школа номер один села Астана приступила к обучению очно. Средняя школа номер два приступила к обучению дистанционно на этой неделе. Все другие образовательные организации тоже перешли к обучению очно. Детские сады из режима дежурных групп перешли на обычный формат приема воспитанников. Одна группа была несколько дней. Это группа детского сада «Разелек». Второй корпус детского сада были открыты с 12 января. С начала пандемии в Астинском районе диагноз ковид подтвержден у 107 человек. На самоизоляции находится 53 человека. 16 получают лечение в изоляторе. За сутки фельдшеры скорой помощи выезжают в среднем по 20 вызовам. Поэтому врачи просят не отправлять в школу детей с симптомами болезни. Классующий ребенок считается больным. Поэтому посещение его дошкольного учреждения, я считаю, что нужно отданить этого ребенка и на дому полечить. Необходимо пригласить родителей и ребенка отправить домой. Оставлять ребенка где-то в коридоре, в рекреациях, образовательные организации не должны. Также на брифинге обсудили празднование в районе Крещения. Врач из Ульфия Аминева дала рекомендации планирующим окунуться в ледяную воду. После окунания воды обязательно необходимо растереться теплым полотенцем, одеться и уйти в теплое помещение и выпить горячий чай. Прежде всего, в крови не рекомендуется купаться людям, которые страдают заболеванием сердца и сосудов. Это может быть оридмия, гипертоническая болезнь сердца. А также людям, которые страдают бронхиальной астмой, эпилепсией, хроническими заболеваниями почек и другими заболеваниями. В завершении общения со зрителями спикеры ответили на вопросы. В частности, один из них касался питания. Школьникам начального звена, которые учатся дистанционно и питаются бесплатно, не будут выдавать продуктовые наборы. По словам зама главы районной администрации, школы не получают деньги из вышестоящего бюджета во время дистанционного обучения. В селе Урмьезы проживает семья Емельяновых. Три года назад они запустили производство товаров для туристов. Сейчас выходят за пределы республики. Как они пришли к этому, вспомним далее. Лодка собирается двумя лентами – и снутри, и снаружи. Лодки Емельяновых стали популярны на весь район. Пятислойный поливинилохлорид хорошо держит воздух за счет европейских клапанов, да и прослужит плавательные средства до 15 лет, говорит Александр. Лодки клеить не так легко, как кажется. Мои пробовали их и так, и так, но все безуспешно. Лодка представляет собой форму рыбки. Вот эти рыбки, они две одинаковые, боковые другие, это уже опять другие. Эти лодки сделаны по модельке, изначально разработанные в 2006-2008 годах заводом уфимским резинотехническим «Уземиком», к сожалению, которого в данное время уже нет. Александра Гузель переехали в село из Уфы. В 2017 году открыли магазин с туристическими принадлежностями. Супруги продавали палатки, лодки, спальные, мешки. Имея опыт работы на производстве, стали отшивать тюбинги. Первыми заказчиками были знакомы. Я сама из Аскинского района, села Урмейзи. С супругом мы поженились, начали сюда приезжать. Все начали интересоваться, кем и чем он занимается. Мы начали говорить, рассказывать людям про лодочный и швейный цех. Начали поступать разные заказы. Затем мы начали планировать, когда я была уже на декретном отпуске, начали планировать открытие магазин. Когда заказов стало много, на семейном собрании решили открывать швейный цех, расширили ассортимент. Если зимой большой спрос на тюбы и сухие бассейны, то летом на лодки. Гузель и Александр готовы к покорению новых вершин. В планах у семьи расширять бизнес. К зиме планируется расширение именно швейного цеха и в первую очередь лодочного. В плане чего лодочный цех все-таки хотим сделать отдельным зданием. Все-таки на него нужно огромное помещение, потому что лодки по технологии сборки каркаса собираешь, он по технологии ОТК должен находиться три дня в надутом состоянии, и лодку не трогать. Это если собрать, так скажем, в день два каркаса, это нужно уже два больших места, чтобы хранить, чтобы лодка отстаивалась. Александр говорит, что скоро по рекам России будут плавать лодки, склеенные в урмеезах. У него много знакомых по всей стране. Если будут заказы, Емельяновы готовы отправить свой товар даже за рубеж. На сегодня это все. Смотрите новости Аскина. Каждый вторник и в субботу в 7 часов вечера на телеканале ЮТВ. До свидания.